Приветствую на канале. Думаю, в этот раз стоит обойтись без долгих предисловий. Сегодня наш объект для исследования Караваевой дачи. Начнем с истории. Изначально место считалось частью Шулявского Гая или, как говорят сейчас, Кадетского Гая. Как это часто бывает с лакомыми землями Киева, с 16 века здесь находилось что-то вроде летней базы отдыха для киевских митрополитов. А потом, в середине 19 века, с переходом земель от священников в казенное владение, основную часть Шулявского Гая отводят для постройки кадетского корпуса. Отсюда место и берет современное название – Кадетский Гай. На территории Кадетского Гая был создан Киевский садовой питомник или, как его тогда называли, древесный питомник. Садовый питомник – это место для выращивания и изучения растений. Судя по названию, здесь занимались именно деревьями. Сами же земли в черту города еще не входят. Незадолго после вышеописанного здесь еще и прокладывают железную дорогу, после чего западная часть Кадетского Гая оказывается отрезанной от основной. Эту отрезанную часть и выкупает Владимир Афанасьевич Караваев, широко известный в то время хирург-офтальмолог. Личность и вправду была довольно масштабной. Нынешняя площадь и улица Льва Толстого какое-то время также назывались Караваевскими. Через несколько лет после смерти Караваева в начале 20 века его внучка Ольга занялась земельным вопросом. Разделила владение на целых 238, а по другим источникам 250 участков и распродала под частную застройку. Цены, судя по всему, не кусались и строились в поселке в основном рабочие. Вот только тогда поселок обретает сегодняшнее название и в 1914 году входит в состав Киева. Что же осталось от него сегодня? Давайте разбираться. От старой застройки дач осталось очень мало. Это буквально пару домов по улице Полевой. И поэтому Караваевыми дачами сегодня принято называть не только эти пару домов, а и жилой массив, который стоит на месте всех бывших усадеб. Встречаются здесь все дома, от Сталинок до советских и современных панелек. Кроме того, в состав Караваевых дач входит еще один крупный частный сектор – Новокараваевы дачи. Это одно- и двухэтажный массив с четко спланированными прямоугольными кварталами, который возник в 40-е года прошлого века. Также неподалеку, уже ближе к станции метро Шулявская, находится еще одна местность – так называемая казенная дача. В XIX веке это 28 казенных участков, которые сдавались в аренду. Но прямого отношения к Караваевым места не имеет, и тем более ничего интересного там почти не сохранилось. Все, что небольшая часть старой промзоны. Ну что же, приступим к нашей прогулке. Тут и сегодня, несмотря ни на что, есть много интересного. Кроме всего прочего, на Караваевых дачах находится крупнейший в городе радиорынок, пригородная ЖД-станция и даже выходит на поверхность одна из приток Лыбеди. Наш маршрут начинается с места, которое ассоциируется со словом «Караваевы дачи» у всех киевлян. Это железнодорожная станция и рядом находящийся радиорынок. Это место всегда наполнено событиями. Зачастую, не самыми приятными. Территория крайне злачная, а камеру местная жлоба восприняла в штыки и кадров сделать почти не удалось. Первый остановочный пункт железной дороги здесь был открыт вместе с появлением поселка в 1910-х годах. Позже пункт становится полноценной железнодорожной станцией, которая является и сегодня. Здесь находится вокзал, а на маршруте курсует как городская электричка, так и пригородные поезда. Здесь же вдоль железной дороги можно увидеть самое интересное. Это остатки первичной застройки караваевых дач. Это небольшой частный сектор по правой стороне улицы Полевой. Старинные дома, конечно, далеко не все. Затесывается среди них и более современная. Но пара-тройка из них явно никак не видоизменялась со времен застройки. Все, к сожалению, в заброшенном или полузаброшенном виде. КОНЕЦ Ну и если уже говорить о старой застройке караваевых дач, еще она частично сохранилась в довольно неожиданном месте. Прямо у авто и трамвайной магистрали, на улице Борщаговской. Тут домов еще меньше. Три или четыре дома всего. Хотя именно среди них и сохранился, пожалуй, самый интересный из старинных домов на дачах. Дивным образом до сих пор уцелели деревянные элементы тогдашней архитектуры. Судя по всему, дом принадлежал более зажиточным людям, исходя из козырного расположения и более сложному оформлению фасада. Хотя сегодня, по сути, кроме крыльца ничего интересного не сохранилось. Подобный дом здесь был, наверное, еще не один. Но сегодня на их месте находится довольно крупный массив. Здесь и студенческие городки НАУ и КПИ, индустриальный мост, торговые центры и рынки. Хотя стоит заметить, что для жизни район не самый приятный. Во-первых, из-за небольшой площади, линии скоростного трамвая и численных транспортных узлов место очень шумное. Во-вторых, здесь учатся и проживают масса студентов. В том числе есть приезжие из стран третьего мира. Соответственно, ко всему прибавляются всякие шаурмечные, кальянные, переполненные общежития и прочее. Жилые же дома очень неоднородны по своей структуре, что добавляет клопот коммунальным службам. Из плюсов – все блага городской жизни у вас под рукой. А транспортная инфраструктура развита настолько, что без пересадок можно добраться буквально в любую точку города. Даже экскурс на троещину, отсюда обойдется вам в привычные 8 гривен. На этой прекрасной ноте мы покидаем старую часть караваевых дач и отправляемся в сторону Отрадного проспекта, вглубь большого частного сектора, ново-караваевых дач. Первые 60 усадеб появляются здесь в начале 40-х годов XX века. Тут же в послевоенные года появляются вкрепления двухэтажных многоквартирных домов. Предполагаю, построены они еще военнопленными немцами. Основная часть по улице Новополевой и Отрадному проспекту. Кроме того, встречаются и многоэтажные панельные дома, которые строились на протяжении всего советского времени. Ново-караваевы дачи – это поистине крупный микрорайон с необычным антуражем, зелеными аллеями и аккуратной застройкой. Если бы не повсеместная разруха и неухоженность, можно было бы разглядеть здесь что-то эстетическое. В общем, если бы не наш низкий уровень развития и самоорганизации, у места были бы все шансы стать достойным районом для приличных людей. Ну а пока имеем то, что имеем. Дичайшая дорога со склона между гаражами выводит нас к железнодорожному полотну. На севере от нас осталась станция Караваевы дачи, а южнее Киев – Волынский. Мы решили приподняться на другой склон, так как там выходит на поверхность одна из малых рек Киева, которая называется Вершинка. И хотя фактически мы уже не на Караваевых дачах, интересно было взглянуть на очередной загадочный объект. Тем более дальше Вершинка протекает мимо радиорынка и станции Караваевой дачи. Но поскольку там попасть к речке сложно, да и наверное не очень-то и нужно, мы полезли аж сюда. Название реки, скорее всего, происходит из-за расположения. Она как бы не в низовье, а на вершине, на пригорке. На гугл-картах река и вовсе ошибочно отмечена как Лыбедь, хотя это всего лишь ее правая притока. К сожалению, состояние реки сегодня ужасное, и из-за полного попустительства населения и коммунальных служб она постепенно превращается в настоящую свалку мусора. Только подумать, каким бы богатым был город Киев, если бы здесь хотя бы немного ухаживали за природным наследием и сохраняли фасады зданий. Но пока о элементарных вещах остается только мечтать, и все держится на единичном энтузиазме и волонтерстве. Спасибо за то, что подписываетесь на канал. Небольшой приток новых людей становится заметнее, и это не может не радовать. До новых встреч, друзья. И помните, все зависит только от нас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»